Давайте обратимся к книге бытия и начнем это рассматривать. Я дам вам некоторые очень базовые вещи. Мы начнем с этих четырех вещей. Вы можете их записать. Я хочу, чтобы вы перечитывали их снова, снова, снова и снова. Я хочу, чтобы на этой неделе вы приняли в отношениях духовное посвящение. Будет хорошо, если вы со своей семьей совершите хлебопреломление в отношении этих четырех вещей и утвердите их раз и навсегда. Номер один. Не говорите слова недостатка и экономического спада. Как-то раз мы с Глорией катались на лыжах. Это было в 80-х годах. И вы знаете, тогда средства массовой информации много говорили об экономическом спаде, пока он, наконец, не случился. И мы молились об этом. И я молился о моем партнерском письме. Что написать насчет этого моим партнерам? И мы катались на лыжах. И когда мы поднимались на гору на подъемнике, путь которого проходил над долиной, вдруг по какой-то причине они остановили этот подъемник. И мы зависли прямо над той долиной. Перед нами раскинулась панорама скалистых гор. О, я люблю горы. И я люблю скалистые горы. Для меня скалистые горы являются спинным мозгом мира. Слава Богу. Я сидел на том подъемнике и смотрел на эту великолепную панораму. Яркое, солнечное, просто кобальтовое синее небо. И весь этот снег. И все остальное выглядело просто здорово. И скажу вам, я действительно наслаждался этим. И мы с Глорией сидели там с большими улыбками на лице. И мы просто благодарили Бога. И я молился в духе. И ко мне приходили некоторые мысли относительно моего партнерского письма. Я получил слово от Господа. Кто-то может спросить, вы хотите сказать, что вы в самом деле его услышали? Да. Да. Только не этими физическими ушами. Глория этого не слышала. Она сидела рядом со мной. Но она его не слышала. А я услышал его всем своим естеством. Позавчера брат Робертс рассказывал мне о том, что он только что закончил новую книгу. Ему 91 год, и он закончил новую книгу. Довольно неплохо, не так ли? Это даже лучше, чем довольно неплохо. Его книга называется «Как слышать голос Господа». Он сказал, что за 70 лет его служения этот вопрос задавался ему чаще всего. «Как я слышу голос Божий? Говорит ли со мной Бог? Почему Он со мной не говорит?» И Он сказал мне, позавчера Он сказал мне, что вопрос не в том, что Он не говорит. Он говорит постоянно. Он не является отсутствующим Отцом. Дух Святой здесь, чтобы говорить. Он говорит и учит постоянно. Мы были настолько духовно тупоголовыми, что не слышали этого. Это не Бог терпит неудачу в том, чтобы исцелять. Это мы терпим неудачу в том, чтобы принимать исцеление. Это не Бог терпит неудачу в том, чтобы спасать. Это мы терпим неудачу в том, чтобы принять спасение и так далее. То же самое справедливое отношение главного благословения, потому что все эти вещи являются частью главного благословения. И Орл Роберт сказал, что большая проблема в том, и, с другой стороны, ответ на эту проблему в том, чтобы слушать со своей верой. Он сказал, что без веры вы не можете слышать того, что говорит вам Бог. Вера является связью. Вы не можете продолжать говорить, Бог никогда ничего мне не говорит. Я никогда не знаю, что делать. Ну, вы никогда не знаете, что Бог собирается делать. Я не знаю, как мы вообще сможем свести концы с концами. Я не знаю, как у нас вообще что-либо получится. Как мы когда-либо сможем иметь достаточно денег. Вы говорили это, когда бензин стоил 40 центов за галлон. Либо вы, либо ваша бабушка. Именно они и научили вас так говорить. Это образ мышления. Мы разберемся с этим на этой неделе. Мы избавимся от этого. Как изменить свой образ мышления? Есть определенные вещи, о которых вы думаете. Вы не знаете, почему вы о них думаете. Вы просто о них думаете. Вы просыпаетесь утром, думая об определенных вещах. И большинство из них срывается с ваших уст. И затем вы рассказываете дьяволу, что является вашей самой большой проблемой. И он говорит, отлично, я рад узнать, что мне сегодня тебе сделать. Именно так оно и работает. Итак, не говорите слова недостатка и экономического спада. И вот мы сидели на том подъемнике, и ко мне пришло слово от Господа. Он сказал, напиши своим партнерам и скажи им, не присоединяться к этому экономическому спаду. Он им не принадлежит. Понимаете? Это не ваша система. Это не то, где вы живете. Вы не должны там жить. Вы должны жить верой в Эдемской системе. Она не зависит от этого мира. Она не имеет к этому миру никакого отношения. Ваша вера ничего не знает об экономическом спаде. И скажу вам кое-что еще. Ей абсолютно все равно, сколько стоит бензин. Ее для вас есть больше, чем достаточно. Я говорю о вере. Есть больше, чем достаточно Слова Божьего для вас и веры для вас. Я имею в виду, что вы могли бы прожить, если бы больше вообще не было бензина. Ваша машина продолжала бы ездить. Вы это понимаете? Я этого не понимаю. Я знаю. Это больше того, о чем вы можете просить или помышлять. Но держитесь этого. Вы к этому придете. Слава Богу. Аминь. Итак, не говорите таких слов. Измените свой образ мышления. Писание говорит, да оставить нечестивые свои мысли. И затем сразу же говорится, мои мысли выше мыслей ваших. И мои пути выше путей ваших, говорит Господь. Так и Слово Мое исходит из моих уст и совершает то, для чего я послал его. Как я уже вам сказал, мы уделим этому некоторое время. Я хочу показать вам, как это делать. Есть конкретный библейский процесс. И вы можете это сделать. Это не что-то сложное. Но, как я сказал, это требует усердия. Номер три. Никогда. 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 Не переставайте отдавать десятину. Ни по какой причине. Никогда. 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 Если вы не отдаете десятину, начните прямо сейчас. Сейчас. Прямо в эту секунду примите решение. Я тот, кто отдает десятину. Поскольку тому, кто отдает десятину, дано обетование. Что Бог для него запретит пожирающим. У Адама возникли проблемы из-за десятины. Как и у его сына Каина. Это первое упоминание о десятине на земле, которое вы можете найти. Понимаете? Тот плод, который съел Адам, принадлежал Богу. Аминь. Поэтому никогда не переставайте отдавать десятину. Если вы не были теми, кто отдает десятину, теперь вы ими являетесь. Я провозглашаю вас таковыми. Но у меня нет денег на то, чтобы отдавать десятину. Вы можете начать с улыбки, если у вас ничего другого нет. Никогда не говорите, что у вас ничего нет. Аминь. Я не могу себе позволить отдавать десятину. Интересно, почему? Вы вор. Мы с Глорией вырастили наших детей, научив их отдавать десятину. Именно из-за этого у Адама и возникли проблемы. Он украл тот плод у Бога и затем съел его. Писание говорит, можно ли человеку обкрадывать Бога? Бог беспокоится не из-за того, что вы тратите его деньги. Нет. Он беспокоится из-за того, что пытается ввести вас в Эдемскую систему. Переходи сюда со мной, где я могу быть с тобой. И первосвященнику Божьему было поручено с небес принимать десятины людей и благословлять их. Вы видите связь? Принимать десятину и благословлять. Мы говорим о главном благословении, о славе, созидающей силе Божьей, наделяющей силой вашу жизнь. Милхиседек встретил Авраама, принял его десятину и благословил его. Здесь десятины берут человеки смертные, а там имеющие о себе свидетельство, что он живет. Иисус является первосвященником церкви, по чину Милхиседека, который принял десятину Авраама и благословил его. Ему поручено делать то же самое. Принимать вашу десятину и благословлять вас. Принимать вашу десятину и благословлять вас. Принимать вашу десятину и давать вам умножение. Принимать вашу десятину и исцелять вас. Принимать вашу десятину и освобождать вас. Принимать вашу десятину и наполнять ваш дом. Принимать вашу десятину. Вы видите почему? Никогда не переставайте этого делать. Никогда, 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 ни по какой причине. Не существует причины для того, чтобы перестать отдавать десятину. Никогда не переставайте отдавать десятину. Если вы не отдавали десятину, начните делать это сейчас. И никогда не переставайте давать. Как можно быстрее переходите на эту сторону даяния. Начните давать. И дастся вам меру добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную, а цыплют вам в лоно ваше. Аминь. И удалите распри, раздор и ссоры. Писание говорит, что где сварливость, там не устройство и все худое. Удалите распри, раздор и ссоры. Вы не можете себе их позволить. Никто не может. Удалите их и удалите их сейчас. Аминь. Помните женщину, которая с воплем говорила пророку? Мой муж, слуга Господа и твой слуга, умер. И у меня возникли проблемы. Заимодавец хочет забрать себе в рабы моих детей. Очевидно, что она во всем зависела от своего мужа. Он умер, и она не знала, что делать. Поэтому она взывала к пророку. Елисей спросил, что у тебя в доме есть? Ее первым ответом было, у меня в доме ничего нет. Понимаете, в ее глазах у нее ничего не было, что не было правды. Но она настолько видела только один недостаток, что он завладел ее разумом. Заимодавец и этот мир настолько запугали ее, что в своем разуме она думала, у меня ничего нет. Мы потеряем все, что у нас есть. Если бы она продолжала в том же духе, она бы все и потеряла. Все, что ей достаточно было сделать, это просто ничего не предпринимать несколько дней. Они бы пришли и забрали все, что у нее было. Если у нее ничего не было, зачем они хотели прийти? У нее что-то было. И потом она сказала, о, подождите минуточку, у меня есть маленький сосуд с елеем. И я напомнил вам об этой истории, чтобы сказать следующее. Елисей получил от Господа такие указания. Собери столько сосудов, сколько только можешь. И послушайте. Собери свою семью и все эти сосуды у себя в доме и запри дверь. Отключите внешний шум. Отключите голос этих взаимодавцев. Отключите свой мобильный телефон, телевизор. Отключите все это и обратитесь к книге избавления. Слава Богу. К слову Божьей веры. К слову главного благословения. И перестаньте концентрироваться на недостатке. Отключите его. Удалите распри и раздор. Перестаньте ссориться. Перестаньте спорить. Перестаньте бить себя по голове. Я знаю, я должно быть совершил что-то ужасное. Осуждение еще никогда ничего не исправило. Оно просто будет оставлять вас разбитыми. Выбирайтесь из этого. Нет осуждения тем, кто ходит по духу, а не по плоти. Потому что закон духа жизни освободил нас от закона греха и смерти. Слава Богу. Но что я хотел, чтобы вы поняли, это чтобы вы заперли свою дверь. Отключили все. Перестаньте концентрироваться на том, чего у вас нет. Вы меня слушаете? Остановите это прямо сейчас. Примите сейчас решение. Что бы этот мир ни говорил, в любом случае, я не являюсь частью этого. Я даятель. Я являюсь тем, кто прощает, а не осуждает. Я являюсь тем, кто дает, а не кто берет. И Бог заботится обо мне. Аллилуйя. И вам придется делать это снова, снова и снова. Если у вас уже есть привычка думать об этом по-другому. Или же если это является вашим образом мышления. Скажем вам прямо сейчас, что касается этого так называемого экономического спада. То, о чем сейчас много говорится в средствах массовой информации. Еще много говорят политики. Если вы не отключите это, если вы позволите этому работать в вас и вокруг вас, вы начнете об этом думать. О чем бы вы ни начинали думать, вы начнете это говорить. И затем вы начнете поступать так, как если бы это было вашим. И затем вы завладеете этим, и страх будет производить это. Но если вы отключите это, если вы заблокируете это, избавитесь от этого. Не концентрируйтесь на этом. Концентрируйтесь на благословении Господнем. И пока вы в этом, пока вы верите Богу, пока вы это делаете, пока вы верите и выбираетесь из недостатка, высоких цен и всей остальной поднявшейся там шумихи, пока вы это делаете, держите свои уста закрытыми. Не говорите об этом. Они все говорят что-то другое. Они набросятся на вас, как курица на жука. Конечно, вы можете это победить. Но зачем вам это? Не позволяйте подобного рода вещам стучать по вашей вере. Просто широко улыбнитесь, когда они говорят вам об этом. О, разве это не ужасно? Разве нет? Все плохо, разве нет? И они хотят, чтобы вы с ними согласились. А если двое из вас на земле согласятся о чем-либо, понимаете, у этого есть как сторона благословения, так и сторона проклятия, потому что это духовная истина. Иисус сказал, что из доброго сокровища сердца доброго человека выходит и воплощается в жизнь добрая. Из злого сокровища сердца злого человека выходит и воплощается в жизнь злое. Потому что от избытка сердца говорят уста. Поэтому сторона проклятия этого работает с такой же сноровкой, что и сторона веры. Вавилонская система будет работать. Если вы уложите это в свое сердце, вложите в свои уста, будете хранить это у себя перед глазами, и начнете говорить это, вы сможете получить это, и затем вскоре оно получит вас. Но с другой стороны, вам незачем быть вовлеченными в это. И пока они все это говорят, вы можете просто стоять им и говорить... Или что-то в этом роде. И до тех пор, пока вы храните свои уста закрытыми, вы выглядите умными. А вот когда вы открываете свои уста, вот тогда-то все все и понимают. Аминь. Нет. Если они все продолжают и продолжают, то вы можете с их позволения под каким-либо предлогом уйти, так, чтобы не слышать этого. Или же вы можете просто сказать, знаете, мы с моей семьей помолились об этой ситуации. Я верю, что все исправится к лучшему. Конечно, они могут услышать вас, а могут и не услышать. Но теперь после того, как вы сказали слова своего мира в отношении этого, продолжайте улыбаться. Не начинайте нервничать. Бросьте это. Не пытайтесь начать учить об этом. Вы попытаетесь повторить им то, о чем я вам сейчас говорю и скажу вам. Это будет равносильно тому, когда апостол Павел сказал, «Я пришел сюда, в Каринф, чтобы поделиться с вами серьезными вещами, но я не мог их вам сказать». Вы когда-нибудь находились в таком состоянии? О, я находился. Вам хочется, Боже мой. Мне хочется проповедовать вам сейчас. И вы пытаетесь им что-то говорить, и оно просто... Оно просто не выходит. Почему? Нет связи. У вас есть благословение Божие. У вас есть благословение Иисуса. У вас есть сила Духа Святого. Благословение Господне будет делать вас богатыми, куда бы вы ни шли, потому что вы уже богаты. Вам остается только принимать, отдавать десятину. Давать, принимать, ходить в этом. Аминь. Аллилуйя. Отец, мы благодарим Тебя сегодня. Мы воздаем Тебе хвалу и благодарю. За Твое слово. За Твою благость. Ты сказал Моисею. Я проведу перед Тобой мою благость. Аллилуйя. Великую благость. Мы благословлены. Мы так благословлены. Спасибо Тебе за Твое слово сегодня. Я молюсь во имя Иисуса о помазании, чтобы точно доносить это слово. И я прошу Тебя о проявлении Твоего помазания на людях, чтобы они точно его слышали. И вместе мы будем слышать Твой голос. Вместе мы будем слышать с небес. Вместе мы будем слышать слова, которые будут высвобождать на земле небеса. И главное благословение. Аллилуйя. И мы прославляем Тебя за этого. Имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Давайте откроем сегодня наши Библии на послание к евреям. Мы говорили о благословении небес. Бог насадил на востоке Эдемский сад. Он взял семя с небес, насадил сад. Он взял семя с небес, насадил сад и дал ему возможность расти. И этот сад был приготовлен. И он вырос. И в нем было все, включая золото, чтобы позже Адаму было из чего мастить улицы. И строительный материал, какой бы дом он не захотел построить. Там было все только хорошее, замечательные вещи. И затем Бог сотворил человека и поместил его в этот сад. И последнее, что Бог сделал, перед тем, как завершил свою работу сотворения мира, последнее, что он сделал, это возложил на человека главное благословение. И это была та же самая сила и слава, с помощью которой он сотворил этот дом. Всю эту материальную вселенную. Само благословение Божье. Мы с вами в свое время уже об этом говорили. И когда Адам сделал то, что он сделал, то позже это благословение сошло на Ноя и его сыновей. И Сим ходил в этом благословении, а остальные два сына нет. И затем Сим благословил Авраама. И это благословение сошло на него. И через Авраама Иисус пришел на эту землю. Аллилуйя. И теперь через Иисуса это небесное благословение Эдема принадлежит нам. И очень важно, когда вы перечитываете Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, очень важно, чтобы вы понимали, что Библия говорит, что Иисус сложил с себя все свои божественные привилегии. Все чудеса, которые Он совершал. Все, что Он делал на этой земле в течение трех лет Своего служения. Фактически, Он не занимался никаким служением, пока Ему не исполнилось 30 лет. И Он не занимался никаким служением, пока не был крещен в Духе Святом. Вы понимаете? И Иисус сказал, «Ду Господень на мне, ибо Он помазал меня». Поэтому все, что Он делал, Он делал как пророк. Он называл Себя пророком в рамках Завета Авраама. Поэтому все, что Он делал, каждое чудо, каждое исцеление, все в Его служении было проявлением Эдемского благословения. Благословение Авраама без меры. Аллилуйя. И что это означает? Он сказал, «Дела, которые Я творю, и вы сотворите, потому что Я к Отцу Моему иду». Он пошел к Отцу? Он пошел? Да, пошел. Да, пошел. И Он сказал, «И даже большие дела сотворите, потому что Я к Отцу Моему иду». Как мы можем ожидать, что сотворим большие дела? Потому что мы живем под Заветом, который лучше того Завета, под которым служил Он, как пророк, в рамках Завета Авраама. Поэтому мы должны, и это доступно нам, и мы узнаем, слава Богу, что благословение в полноте доступно нам, что мы можем ходить в этом благословении без меры. О, брат Копланд, как для нас такое вообще возможно? Ведь Иисус ни разу не согрешил. Если вы узнаете первую главу, первого послания Иоанна, и 25-26 стихи 43 главы Исаии, и как пользоваться этой частью главного благословения, тогда верой через покаяние, и зная, как верить Богу и не позволять какому-либо греху и осуждению проникать в вашу жизнь и оставаться там, что касается дьявола, вы будете жить свободной от греха жизнью. Да. Аминь. Поскольку это часть Завета между Небесным Отцом и воскресшим Господом Иисусом. И чуть позже мы поговорим о Его служении первосвященника. Он верный, справедливый и милостивый первосвященник, который праведен, чтобы простить нам наши грехи, когда мы их исповедуем. Когда вы читаете Новый Завет, помните, это главное благословение в действии. Это должно происходить вокруг нас постоянно. Мы – тело Христова. Вокруг нас это новое кольцо. Вы это знаете? Мы – тело Его власти. Мы – тело этого благословения. Аминь. Он – первосвященник этого благословения. Это благословение в Его руках. И мы с вами являемся распределителями. Аминь. Я прилагаю максимум усилий, чтобы быть всемирным распределителем благословения Господа Иисуса Христа везде. Аминь. Откройте вместе со мной, пожалуйста, третью главу послания к евреям, первый стих. Фактически. Давайте прочитаем семнадцатый и восемнадцатый стихи. Последние два стиха второй главы. И потом сразу же перейдем к третьей. Мне не нравится начинать предложение со слов «Итак, посему…» В этом есть что-то не то. И вот тут снова посему. Шестнадцатый стих. «Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. «Ибо как сам он претерпел, быв искушен, испытан и проверен, то может и искушаемым помочь. Он может взять полную ответственность и полностью позаботиться сделать все, что для этого требуется. Он может быть спасителем тех, кто искушаем». Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте, сосредоточьте свой разум и свое мышление на посланнике. Слово «посланник» означает «тот, кого послал Бог». Сосредоточьте свой разум, уразумейте того, кого послал Бог, того, кого поставил Бог, верного и милостивого первосвященника, призванного Богом, первосвященника нашего исповедания, помазанного Иисуса. Вы можете видеть, что здесь указывается на тот факт, что Он помазан для призвания быть первосвященником нашего исповедания. Христос Иисус, помазанный Иисус. «Который верен поставившему Его, как и Моисей во всем доме Его». Извините. Мы только что прочитали, что Он верен перед Богом и в отношении умилостивления и примирения людей. Что это означает? Он верен Богу. Аминь. Он верен тому, что Он призван делать. Он верен своему призванию. Он верен этому помазанию. Но это также означает, что Он верен нам. Он милостивый и верный первосвященник. 1 глава 1 послания Иоанна говорит о том, что Он верный и справедливый или праведный первосвященник, чтобы простить нас и очистить нас от наших грехов и всякой неправедности. Если мы исповедуем перед Ним грех и верим, что получаем наше прощение, то для Него не простить, когда вы исповедуете свой грех. Не тогда, когда ваши чувства улеглись, не тогда, когда ушло чувство вины, но когда вы исповедуете грех. И не очистит вас от всякой неправедности. Это значит, что Он будет неправедным священником. Потому что именно это Он и призван делать. Он помазан прощать. Он помазан очищать. Ему поручено все это. И Он верен в этом, в отношении Бога и в отношении нас. И дальше. Он достоин, тем больше славы перед Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его. Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. И Моисей верен во всем доме его как служитель для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. А помазанный как сын в доме его, дом же его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Аминь. А теперь давайте обратимся к пятой главе, начиная с пятого стиха. Хотя давайте прочитаем четвертый стих. «И никто сам собой не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон, так и Христос, помазанный». Подождите минутку. Что Он помазан делать? Он помазан быть верным и праведным первосвященником. Он помазан как первосвященник над нашим исповеданием, над его словами в наших устах. Хорошо. «Так и помазанный». «Не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему». Отец сказал ему, «Ты сын мой. Я ныне родил тебя». Когда? В тот день, когда Он воскресил его из мертвых. Как и в другом месте, говорит, «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». «Он в одни плоти Своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти. И услышан был за Своё благоговение». Слово «благоговение» означает, что Иисус полностью смирил Себя волей Отца в полном, абсолютном почтении и полной уверенности. Благоговение. Благоговейный страх. «Благоговейное смирение перед Богом». «Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию». Какие это были страдания? Он научился послушанию не тогда, когда висел на кресте. Нет. Если вы изучите этот вопрос, то эти страдания заключались в том, что Он был искушаем. Искушаем. Он ни разу не совершил греха. Он ни разу не сделал зла. Он ни разу не имел с Ним никаких отношений, что бы там ни было. И Он узнал, чем это было, страдая в противостоянии искушению. Именно тогда Он и научился послушанию. Аллилуйя. Боже мой. В конечном итоге противостоял Ему так, что и спор Его кожи выступила кровь. Это трудно. Я в своей жизни противостоял некоторым искушениям, но никогда ничего подобного не было. Нет. Я и близко не переживал того, что пережил Иисус. И вы тоже. Не сидите и не смотрите на меня как-то странно. Аминь. Слава Богу. И, совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога. Это небесное призвание или звание. Мы являемся участниками в этом небесном звании. наречен от Бога первосвященником по чину Мелхисадека. Здесь мы видим две вещи. Он первосвященник. Он верный и милостивый первосвященник из семени Авраама. Он первосвященник над Его словом в наших устах. Он первосвященник по чину Мелхисадека. И эти две вещи соединяются в их призвании. И мы увидим сегодня некоторые из этих вещей. Извините. Но Иисус призван по чину Мелхисадека. Откройте 6 главу послания к евреям. И давайте прочитаем прежде всего 13 стих. Давайте читать его медленно и внимательно. Ваш дедушка оставил наследство. И имя каждого из вас указано в его завещании. Что ж, это бы сделало вас участником в этом, не так ли? И будет ужасно стыдно, если вы не будете участвовать. Но я не знаю, почему он ничего мне не дает. Вам нужно пойти и взять это. Оно ваше. Да, я знаю, но знаете, я хочу быть смиренным в отношении этого. Нет, вы поступаете просто глупо. Почему? Вы не участвуете. Итак, Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою. Он заключил с Авраамом кровный завет и сказал, «Если я когда-либо нарушу завет с тобой, я сам себя уничтожу. Серьезнее уже и быть не может». «Говоря истинно, гарантированно, благословляя, благословлю тебя и размножая, размножу тебя». Итак, Авраам, долготерпев, получил обещанное. Люди клянутся высшим и клятва во удостоверение. Завет во удостоверение оканчивает всякий спор их. Завет оканчивает спор. Ранами его вы исцелились. Что есть здесь, чего вы не понимаете? Поймите вот этот стих. Нужно, чтобы это отложилось в вашей памяти. Вам нужно запомнить этот 17 стих. «Бог, желая преимущественнее...» Вера начинается там, где известна воля Божья. «Бог, желая преимущественнее показать наследнику...» Нет, наследникам. Показать наследникам обетование непреложность, абсолютную, совершенную невозможность изменения его слова. «Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования». И если вы во Христе, тогда вы семя Авраамова и наследники, и наследники. Скажите, я наследник, я благословлен. Это обетование дано мне. Непреложность своей воли, своего слова. Для того, чтобы показать и подтвердить ее, он заключил с Авраамом кровный завет. И позже он сделал то, что сказал. Он пролил свою собственную кровь ради того завета, который он заключил с Авраамом. «Итак, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, в двух непреложных, неизменных, в двух вещах, которые невозможно изменить, что это было? Кровь и хлеб. Кровь и тело. Помните, когда Милхиседек... Это все по чину Милхиседека. Мы сейчас дочитаем до него. Но вы помните, когда он вышел, чтобы принять десятину Авраама, у него был хлеб и вино, элементы завета. И тем самым он показывал ему. Посмотри, я первосвященник Бога Всемогущего. И то, что я тебе говорю, оно с небес. Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыка неба и земли. И он поверил этому благодаря хлебу и вину. И те же самые элементы завета и сегодня по-прежнему должны быть на вашем столе. Вы наследники обетования. Не ждите второго воскресенья месяца или того дня, когда в вашей церкви проходит хлебопреломление. Боже мой, совершайте его четыре раза в день, если хотите. Или как часто бы не требовалось его совершать. О да, вы должны бежать к этому столу, на котором стоят элементы хлебопреломления. Это стол вашего исцеления. Это стол вашего благословения. Боже мой, это сильная вещь. И смотрите внимательно. Дабы в двух непреложных вещах твердое утешение имели мы. Твердую, внутреннюю силу. Этот завет. Когда вы думаете о завете, и вы призываете имя Господне. Я поднимаю к нему мою руку. Я его человек. И он мой спаситель. Он мой первосвященник. Слава Богу. Когда вы родились свыше, вы родились слугой Божьим. Вы родились чадом Божьим. Моисей слуга в его доме. Иисус сын в его доме. Дом же его мы. Но скажу вам, это уже другой уровень, когда сын, сонаследник со Христом Иисусом, приходит перед его Господом и говорит, «Мой Бог, я буду служить Тебе, пока я живу. Я буду служить Тебе. Я буду вести Твои сражения. Я буду проповедовать. Я буду делать все, что бы ни потребовалось. Я в Твоем распоряжении. Я Твой слуга». Апостол Павел назвал это быть рабом. «Я раб не потому, что должен им быть. Слава Богу. Я слуга, потому что я хочу им быть. Я царь. Но я опустился на колени и заключая завет с моим Господом». Аллилуйя. «Но я всецело настроен на то, чтобы это благословение оставалось неповрежденным». Аминь. «И Он всецело настроен на то, чтобы я проследил за тем, чтобы оно так и было. Моя вера в действии. И я не движим тем, что я вижу или что я чувствую. Я движим тем, во что я верю. И слава Богу, Его Слово неизменно». Аминь. Аллилуйя. Откройте послание к филиппийцам. Вы знаете это местописание. Я хочу, чтобы вы прочитали и увидели его. Вторая глава. Седьмой стих. «Сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя». Здесь говорится имя. Дал ему имя. Он дал ему свое имя. Вы можете проверить это в первой главе послания к евреям. «Которое выше всякого имени». Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено вещей или существ небесных, вещей и существ земных, вещей и существ преисподних. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос. Иисус Христос есть Яд Хей Вав Хей. Во славу Бога Отца. Бог дал ему свое имя. Имя Сущий. Разве не об этом он только что говорил? Следуйте дальше за мной и вы узнаете Сущего. Вы помните, Иисус был сделан грехом. Он был отделен от Отца. И Отец воскресил Его из мертвых и сказал «Я снова Его Отец. Он снова Мой Сын. И Он превознес Его намного выше, чем Он был, когда ходил по этой земле. Он весьма превознес этого человека. Вы когда-нибудь задумывались о том, что в Троице есть человек, Отец, Сын и Дух Святой. Выше уже и быть не может. И это ваш сонаследник. Он дал ему свое имя. Помните, в книге Деяний говорится «Нет другого имени под небом». Четвертая глава Деяний. «Нет другого имени под небом данного». Данного Он дал. Бог превознес его и дал ему свое имя, которое выше всякого имени. Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Данного человеком. Данного людям. Это ваше данное имя. Третья глава и офесянам. «Я преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа». Откройте ее, читайте вместе со мной. Я хочу, чтобы вы это видели. Третья глава, 14 стих. «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого Христа». Читайте это правильно. «Я преклоняю колени мои пред Отцом». Каким Отцом? Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого. От кого именно? От Отца, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. Итак, я говорю о вере в имя, о вере в имя, чтобы благословлять, о вере в имя, чтобы обладать, о вере в имя, чтобы изгонять бесов, о вере в имя, чтобы преуспевать во всем, о вере в имя, чтобы быть выше толпы, о вере в имя, аллилуйя, чтобы ходить в Божьем владычестве на этой земле, для Его славы, аллилуйя. Я должен быть благословлен. Вера в имя. Я очень долго взывал к Богу в отношении этого. Я даже не знаю сколько лет. Много, 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 много ночей я лежал в кровати и говорил «О, Господь, имя, о, это имя, открой внутреннюю работу этого имени, открой мне это имя, открой мне это имя, о, Господь». И потом засыпал с безграничным благословением внутри меня в отношении этого имени. имя, имя, которое выше всякого именуемого имени. Потому что я сонаследник с тем, кто был превознесен, и я воскрес вместе с ним, и был посажен вместе с ним. Боже мой, слава, слава Богу. И буквально несколько дней назад, незадолго до этой конференции, я думал об этом же и молился об этом в духе. И Господь начал говорить мне об именах, которые даны. Имя, которое было дано. знайте, мы постоянно много путешествуем, мы постоянно находимся в разъездах и часто бываем за пределами Соединенных Штатов. Мы бываем в разных странах, в разных местах, вам приходится заполнять там карточку клиента, и они везде разные. Некоторые из них достаточно простые, а некоторые нужно иметь высшее образование, чтобы в ней разобраться, понимаете. И вы читаете все эти графы, и там вас просят указать вашу фамилию, а потом ваше имя, которое было вам дано. И Господь просто забросил мне эту мысль. Он дал ему свое имя. Это имя было дано людям. вам было дано это имя, и вся власть в нем. Я попросил Господь, покажи мне веру в это имя, покажи мне мою цель, дай мне понимание, идеи и представление об этом имени, и вере в это имя. вера в имя. И он сказал мне некоторые вещи. Боже мой, я поделюсь с вами сейчас некоторыми из них. Он сказал, научись тому, чтобы когда ты говоришь дьяволу, ты не использовал мое имя, чтобы показать дьяволу, что ты отделяешь себя от меня, а чтобы ты использовал мое имя вместо своего имени, так, чтобы он слушался тебя. И я мог видеть себя говорящим, сатана, я обращаюсь к тебе во имя Иисуса. имя Иисуса. И я подумал, подождите минутку, именно об этом он и говорит. Я сказал, во имя Иисуса, я обращаюсь к тебе. Это было бы все равно, что я сказал. Сатана, слушай меня. Я обращаюсь к тебе не в мое имя, я обращаюсь к тебе в его имя, поэтому ты обязан слушаться. Это правильно лишь отчасти. Я попросил Господь, проиллюстрируй это мне, покажи мне, о чем ты говоришь. Он спросил, ты дал Глории свою фамилию? Я ответил, да, дал, с радостью и готовностью, я дал ей все, что у меня было, и все, что у нас когда-либо будет. Мы заключили друг с другом завет. Он сказал, хорошо, когда мы с тобой заключили завет, я дал тебе все, что у меня было, и все, что у меня когда-либо будет. Все, что есть у отца мое, и снова говорю вам, я возьму все, что есть у отца и дам вам. Разве Иисус так не сказал? Он спросил, разве Глория использует свою фамилию? За исключением тех случаев, когда она приходит в банк, а уже в банке она использует твою фамилию, чтобы удостовериться в том, что она отделяет себя от тебя, так, чтобы они были уверены, что они понимают, что она говорит от фамилии Коупленд, потому что счет оформлен на фамилию Коупленд, чтобы удостовериться, что ей дадут деньги. Я ответил, конечно же, нет. Она уже 47 лет никогда больше не использовала свои фамилии. Коупленд, Потому что теперь это ее фамилия, имя, которое было дано ей по завету. Мы стали одним в Господе. Мы стали одной плотью. Мы стали костью от кости друг друга. Мы стали одним духом друг с другом. То же самое произошло и тогда, когда вы заключили завет с Господом. И он дал вам свое имя. Это ваше имя. Это ваше имя. Вы не говорите во имя Иисуса, когда обращаетесь к дьяволу, а потом идете и делаете все остальное в свое имя. Я начал учиться тому, что когда я ставлю под документом свое имя, Кеннет М. Коупленд, что бы это ни было, я обязываю Иисуса из Назарета, потому что мое слово и его слово одно целое. Моя воля и его воля одно целое. Я не ставлю свою подпись под тем документом, под которым бы я не поставил имя Иисуса. Я не хожу в те места, где бы я не купил билет во имя или от имени Иисуса. Я не делаю того, что я не смог бы сделать во имя или от имени Иисуса. Мое имя и его имя теперь синонимичны друг с другом. Слава Богу, и я решительно настроен на то, чтобы дьявол об этом узнал, что имя Иисуса является моим, это данное мне имя. Аллилуйя. Аминь. Иисус сказал перед тем, как пойти на крест, чего не попросите отца во имя мое, он даст вам. Но послушайте, он сказал, да ныне вы не просили во имя мое. Он указывал на то, что что-то должно было измениться. Что-то должно было здесь измениться. Бог слышит вас в любое мгновение любого дня. Аллилуйя. И вам не нужно умолять, плакать и вопиять до тех пор, пока вы наконец не прорветесь в молитве. О, брат Коплан, помолите со мной всю ночь. Я не против молиться всю ночь, но сперва я собираюсь кое-что насчет вас выяснить, прежде чем я ради вас буду не спать всю ночь. А что мы будем всю ночь молиться? И почему потребуется целая ночь, чтобы молиться об этом? Я хочу знать некоторую подоплеку этого. Понимаете? Понимаете? Аллилуйя. Ну, брат Коплан, нам нужно просто прорваться в молитве. Что ж, для этого не требуется целая ночь. Иисус! Мы прорвались. Так, о чем здесь нужно было поговорить? Я был как-то раз на одном из таких молитвенных собраний, где плакали, выпияли, о, дорогой Господь, и я слышал следующее. О, Боже! О, Боже! О, Боже! О, Боже! О, Боже! О, Боже! Помоги мне! О, Боже, помоги мне! Помоги мне! И, наконец, прояснилось, что они все делали. Весь процесс заключался в том, чтобы растрогать Бога нашей проблемой или нуждой. Другими словами, он должно было заниматься чем-то другим. Нет. Писание говорит, что он сострадает нам в немощах наших. Аминь. Поэтому, понимаете, это все просто религиозное... Честно говоря, и не пишите мне нехорошее письмо в ответ на то, что я сейчас скажу, но то, что я вам говорю, является истиной. Это на самом деле является религиозной глупостью. И люди не знают, что это глупость, но дьявол знает, что это глупость, поскольку это настолько не по Писанию. если мы собираемся молиться всю ночь, давайте удостоверимся в том, что мы делаем что-то толковое. Если мы собираемся провести в молитве столько времени, давайте атаковать силы тьмы, давайте не спровергать твердыни, давайте поработаем с небесами, слава Богу, и мы будем использовать это имя. Да, аллилуйя. Один человек, который воскрес из мертвых, он был мертв в какое-то время, и воскрес из мертвых, хвала Господу. Он рассказывал в своем свидетельстве, этот человек был членом церкви Каннета Хейгена. Это было много лет назад. И когда Господь подошел к нему, а он уже оказался на небесах, Господь подошел к нему и сказал, «Тебе придется вернуться. Брат Хейген не отпускает тебя, и они используют мое имя. Тебе придется вернуться обратно». Тот человек ответил, «Я не хочу, но хорошо, слава Богу. Они используют мое имя. Они используют мое имя. Неважно, что происходит с вашими чувствами. Наконец, научитесь тому, за что в конце концов ухватился Авраам и не помышлял, что тело его уже омертвело. И утроба Сарина в омертвении, но стал вполне уверен, что Бог был силен исполнить то, что он пообещал. Аллилуйя! Аминь! Когда у меня так ужасно и сильно болела спина, из-за того, что у меня разорвался диск, я сказал, «Глория, Глория в меня стреляли, наносили колющие удары, сбивали машины, меня легали лошади и быки. Мне в ноги втыкались гвозди, чего со мной только не было. Дьявол пытался убить меня с того дня, как я родился. Но я никогда в жизни не испытывал такой боли. Это напоминало гигантскую зубную боль от лодыжки прямо до позвоночника. О, я испытывал такую боль, что не мог спать. Я сидел на веранде. У меня было две электрогрелки. Я достал из двух халатов пояса и привязал одну из них к бедру, а вторую к икре ноги. Включил грелки на максимальную мощность, которую я только мог выдержать. Может, эта боль будет сильнее той другой. И можно на какое-то время перестать об одной из них думать. О, я решил... Я знаю, что я должен делать. Моя вторая нога не болит. Мои руки не болят. Мои волосы не болят. Мое остальное тело не болит. Аминь. У меня болит лишь одна маленькая часть меня. И я начал восклицать. Понимаете, если вы используете слова, то мысли, включая боль, вынуждены подчиниться. Слова имеют власть над мыслями. Вы не можете бороться с мыслями мыслями. И поэтому я начал восклицать. Я исслен. Я благодарен. О, Господь, я благодарен тебе. Мне приходилось кричать громко. Я гарантирую вам, меня было слышно на всем том пастбище. Я так благодарен тебе. Я благодарен, что моя правая нога не болит. Я так благодарен, что моя голова не болит. Я так благодарен, что у меня две здоровые руки и два здоровых глаза. Я в восторге, что я исполнен Духа Святого. О, я в восторге, что Иисус взял на себя вместо меня эту боль. Я в таком восторге, и я так благодарен. Я скажу тебе, Господь, я благодарен за этот дом, который ты нам дал. Я благодарен за это озеро, рядом с которым мы живем. Я благодарен за эти деревья, за этих птиц. Я благодарен за растущую здесь траву. О, это моя трава. Слава, слава. Я пришел в такой восторг, и я забыл о боли. Понимаете, что происходило? Во имя Иисуса главное благословение проявлялось. Исцеление работало. Этот процесс начался. Я заметил, когда я немного отступал, или, может быть, пытался думать о том, что я благодарен. Понимаете, вы можете быть благодарными верой. Это возгревало мою веру. Но когда я начинал переставать это делать, о, боль возвращалась. Поэтому я продолжал это делать целый день. И ночью я по-прежнему оставался благодарным. По-прежнему оставался благодарным. Просыпаясь каждые несколько минут, я брал 126-й псалом. Я засыпал с ним каждую ночь. Напрасно рано вставать, поздно просиживать, едя хлеб печали. Тогда как возлюбленному своему он дает сон. Я возлюбленный моего отца. Иисус сказал, что отец любит меня так же сильно, как он любит его. Я его возлюбленный. Он дает мне сон. Поэтому я принимаю этот дар сна во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. И засыпал. И скажу вам, в большинстве случаев я говорю, я... О, я сплю. Я отсыпаюсь за все эти годы, что я не спал. Все эти годы, что я лежал в кровати и рассматривал всякие закорючки на потолке. Слава богу, доходило до того, что казалось, будто потолок начинал кружиться. Я сплю. Я засыпал. И через короткое время просыпался. Я просыпался, я говорю, слава богу, я так благодарен. Я поспал 10 минут, и я так благодарен. И иногда я не чувствовал себя благодарным. Я не выглядел благодарным. Я был сердитый, как старая промокшая собака. Но я благодарен, слава богу. Понимаете это? У меня хватало ума не начинать винить в чем-либо Бога. Не он это сделал. Фактически он пытался сказать мне, что я делал неправильно, а я не обращал на него никакого внимания. О, но потом я обратил. Аминь. Есть люди, которые думают, что Бог наведет на вас что-то подобное, чтобы привлечь ваше внимание. Нет. У нас есть законы, запрещающие такое жестокое обращение с детьми. Вы понимаете? Я приведу вам эту иллюстрацию. Я уже заканчиваю. Но вам всегда нужно это помнить. Две вещи. Никогда не вините Бога в чем-то неправильном. И никогда не выдвигайте свою праведность против его праведности. Не он что-то упустил. Нет, нет, нет. Он тот, кто благословил вас. Он тот, кто дал вам власть. Он тот, кто дал вам свое имя. Он дал вам своего духа. Он дал вам свои небеса. Он дал вам все, включая воскресение и прославление вашего тела. Это грядет, это грядет. Все, что есть у Иисуса, является вашим, включая его имя, его положение. Аллилуйя. Бог воскресил его из глубины ада. И он превознес его. И он посадил его по правую руку от себя и сказал, сиди на моем престоле, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. И он дал ему имя, свое имя, которое выше всякого именуемого имени. Отец, мы приходим сейчас перед твоим словом во имя Иисуса. Мы просто благодарим тебя, Господь, и мы воздаем тебе честь и хвалу. Мы прославляем твое драгоценное имя. Мы приходим перед твоим словом с ожиданием. Мы открываем свое сердце. Мы открываем свой разум для небесных представлений, небесных понятий, небесного понимания твоего слова. Но прежде всего мы увидим Иисуса, и мы благодарим тебя. Мы воздаем тебе хвалу, и мы почитаем твое имя. Да благословится имя Господне. Мы молимся во имя Иисуса и верим, что получаем это. Аминь. Пала Господу, вы можете садиться. И откройте свои Библии вместе со мной, пожалуйста, на послании к Галатам. Вера начинается там, где известна воля Божья. если вы не знаете волю Божью в отношении чего-то, тогда вам трудно или даже невозможно иметь какую-либо веру в это. Мы говорим о том, чтобы идти по стопам веры Авраама. Если вы ходите так, как ходил он, вы получаете его результаты, потому что Бог не лицеприятен. Аминь. Благословение Авраама это Эдемское благословение. Это то же самое благословение, которое Бог возложил на Адама. Это то же самое благословение, которое он провозгласил позже над Ноем. Хам и Иофет отбросили его, но Бог не сдался. Давайте посмотрим. Позвольте мне еще раз вам это сказать. Благословение Авраама. Скажите это. Благословение Авраама это Эдемское благословение. Скажите это. Благословение Авраама это Эдемское благословение. И я должен добавить, прежде чем мы пойдем дальше. Сейчас Первоочередная работа главного благословения – это удалять из вашей жизни проклятие и заменять его ресурсами Эдемского сада. Именно это оно и делает. Вы были искуплены от проклятия. Позвольте мне показать вам это так. Была ли в Эдемском саду какая-либо смерть? Нет. Тогда рождение свыше в Иисусе Христе является частью главного благословения. Была ли там какая-либо болезнь? Тогда исцеляющее служение Иисуса является частью главного благословения. Была ли в Эдемском саду какая-либо нищета? Нет, нет. Там повсюду на земле лежало золото. Аминь. Тогда божественное преуспевание. Молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Все эти три вещи находятся под главным благословением. А не часть главного благословения. Аминь. И вернемся к третьей главе послания Галатам. Говорю вам, когда это начало открываться мне, я начал видеть, я с трудом мог себя сдерживать. И это работало надо мной все эти годы. Работало во мне. Когда у меня начались проблемы со спиной, когда у меня разорвался этот диск, и я испытывал такую сильную, ужасную боль, я в своей жизни никогда раньше не испытывал такой сильной боли. И я засыпал верой на основании 126-го псалма, который говорит, что Бог дает своему возлюбленному сон. И я возлюбленный моего отца, и я буду спать. И я ненадолго засыпал, и потом снова просыпался. Я просыпался за ночь несколько раз. Я будил себя. И я слышал себя говорящим, главное благословение работает во мне. Главное благословение работает во мне. Я семя Аврамова. И главное благословение работает во мне. Главное благословение исцеляет мое тело. Главное благословение удаляет из моего тела эту боль. Главное благословение работает, приготовляет для меня завтрашний день. У меня никогда сознательно не было такой мысли. Я будил себя, говоря это. Слава Богу. Аминь. И мое тело исцелено и здорово. Аминь. Я вешу на 18 килограмм меньше. Аминь. И мой возраст всего чуть больше среднего. Скажу вам, я читал в книге Бытия, изучая это, готовясь проповедовать вам здесь, буквально две недели назад. Я читал о том, как Бог впервые провозгласил в книге Бытия. Пусть будут дни человека 120 лет. И меня осенило. Это просто развернуло меня, и я громко сказал, «Глория, посмотри, Богу нужно, чтобы я жил 120 лет». Если бы ему было нужно, чтобы вы жили 70 лет, он бы сказал 70. Такая цифра всплыла в пустыне, в жизни тех непослушных людей. Это никогда, никогда не было планом Бога, чтобы вы жили 70 лет. Так было для непослушных людей в той пустыне. Вы должны жить 120 лет и умереть молодыми в старости. Задумайтесь об этом. Глория сейчас пишет книгу о том, чтобы жить долго и жить сильными и здоровыми. Слава Богу. Это действительно привело меня в восторг. Но задумайтесь сейчас об этом. Я впервые задумался об этом всего несколько дней назад. И я сейчас много об этом думаю. В действительности, любой человек, если он на самом деле активно хорошо заботится о своем физическом теле и заботится о том, как он мыслит, он может прожить до 90 или 100 лет. Умереть и пойти в ад, даже не зная Бога. Аминь. Просто заботясь о своем физическом теле и так далее. Но если кто-то проживет так долго верой, это уже совершенно другое. Мы по-прежнему говорим о том, чтобы должным образом заботиться о себе и делать все то, что мы обязаны делать. Аминь. Потому что Богу нужно, чтобы мы жили 120 лет. Но говорю вам, нет никого, кто бы веры достиг того, что дожил до 105, 110, 115 лет. Чтобы дожить до 115 лет и иметь хорошее здоровье, и сделать это верой, и благословением Господнем, вам придется узнать некоторые вещи, которые никто из нас пока еще не знает. Есть определенный уровень откровения, которого мы еще даже не касались и не имели сотни, даже тысячи лет. Потому что никто не простирал свою веру для того, чтобы достичь этого. Что ж, я устремляюсь к этому. Слава Богу. Аминь. Мне уже 72 года. Слава Богу. Аллилуйя. И в 72 года я нахожусь в лучшей форме, чем я был 25 лет назад. Аллилуйя. Аминь. О, слава. Аллилуйя. Христос искупил нас, 3.13, от клятвы или проклятия закона, сделавшей за нас клятвы или проклятием, ибо написано, проклят всяк, висящий на древе или на кресте, дабы благословение Авраамова, дабы Эдемское благословение распространилось на Хама и Иофета. Да. Да. Он благословил Ноя и его сыновей. Но Хам и Иофет промотали это благословение, однако Бог не махнул на них рукой. Язычники это. Хам и Иофет. Вам лучше сказать «да», поскольку вы родственники Хама и Иофета. Или вы, как я, вы родственники всех их трех. Слава Богу. Да, я и Джесси, мы родственники всех троих. Равно, как и большинство из вас к этому времени. Но понимаете, когда Бог проповедовал Евангелие Аврааму и сказал, «Через тебя благословятся народы», он говорил не о трех людях. Авраам был потомком Сима, который ходил в этом благословении и сохранил его. Но Бог также говорил о Хаме и Иофете. Мы их вернем. Итак, Христос искупил нас от проклятия закона, дабы благословение Авраама, дабы Эдемское благословение могло распространиться на остальных всех нас, чтобы мы могли ходить в нем, чтобы мы могли иметь его. Но вот что вы должны понять. Когда вы ухватываетесь за это, и когда оно действительно становится реальным внутри вас, немощь и болезнь не могут устоять в вашем присутствии, и у вас начнет появляться понимание крови Иисуса, какого у вас никогда раньше не было. И послушайте дальше. Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, именно для этого он и пошел на крест, чтобы нам получить обещанного духа верою. Братья, говорю по рассуждению человеческому, даже человеком утвержденного завещания, даже если это был просто завет между людьми, или если это кровный завет, даже если он заключен между людьми, если он утвержден, ни один человек не может его аннулировать, и ни один человек не может что-либо добавить к нему или отнять от него, если это утвержденный завет, он не изменен, а уж тем более тогда, если это кровь Бога. Но Аврааму даны были обетования и семени его. «Это местописание является осью». Это шпиль. Это ось, вокруг которой все это вращается. И послушайте, очень, очень внимательно. «Но Аврааму даны были обетования и семени его». Не сказано «и потомкам», как бы о многих, или во множественном числе, «но как об одном, и семени твоему, которая есть Христос». «Бог благословил Авраама обетованием за тем главным благословением. Он заключил с ним кровный завет, и именно это слово, это клятва и привела на землю Иисуса. Это слово стало плотью и обитало с нами. Вы меня сейчас слушаете? Мы уже очень близко. Мы за что-то здесь ухватываемся». Итак, Бог заключил завет с этим человеком, Авраамом, и благословил его эдемским благословением. И делая это, Аврааму даны были обетования и семени его, не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которая есть Христос. то обетование, та клятва, которой Бог поклялся Аврааму, была тем словом, которое стало плотью. Некоторые из вас по-прежнему смотрят на меня, как первая глава Евангелия Теана. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть. И без Него ничто не начало быть, что начало быть. Это включало в себя и то благословение в Эдемском саду. Эдемское благословение. Благословение Адама. Авраам ходил в данном ему обетовании. Это обетование главное благословение, которое произвело Исаака. Главное благословение, которое произвело Иакова. Главное благословение, которое произвело Моисея. Произвело Даниила. Главное благословение, которое произвело в том числе и Иисуса. И начнем с того, что оно все как раз для того и было, чтобы привести Иисуса на эту землю и заплатить цену за грехопадение Адама и вернуть это благословение на другого Адама. Слава Богу, он назван последним Адамом. Нам не нужен еще один Адам, слава Богу. Иисус ходил в этом благословении без меры. Каждое исцеление было эдемским благословением. Слава Богу. Слава Богу. Каждое воскресение из мертвых было проявлением эдемского благословения. Именно эдемское благословение и воскресило его из ада. И оно пребывает на вас. Оно на вас. Оно сейчас в вас. Авраам поверил Богу. Чему он поверил? Он поверил, что он был благословлен. Ну, знаете, я не благословлен. Я просто старый грешник, спасенный благодатью. Замолчите. Это оскорбление в адрес Креста. Да, вы благословлены. Да. Вы благословлены. Да. Вам нужно начать именно так и думать. Вам нужно изменить свой образ мышления. Ваш образ мышления – это то, в чем вы выросли. Есть много вещей, о которых вы думаете и которые говорите, даже сами не зная почему. И они просто есть вас. Вы привыкли так говорить. Многие люди говорят, ну, знаете, болезнь продолжает крутиться в нашей семье. Что ж, не сомневаюсь в этом. Это ваш образ мышления. Ну, знаете, мы бедные, но гордые. Что ж, и гордость, и нищета с одинаковым успехом оставят вас в проигрыше. Это все находится под проклятием. Но вы должны изменить свой образ мышления. И это не так уж трудно. Но вы должны следовать процессу. Иначе вы никогда не сможете этого сделать. Вы должны обратиться к другому источнику мыслей. 55 глава Исаии. Мои мысли выше мыслей ваших. Мои пути выше путей ваших. Поэтому мы могли бы соединить это и сказать, что его образ мышления выше нашего образа мышления. Аминь. И прямо перед тем, как сказать это, он сказал, «Да оставить нечестивый» или «извращенный, запутанный человек». В английском языке слово «нечестивый» является однокоренным со словом «плетеный», перекрученный. Если вы мыслите мыслями проклятия и говорите слова проклятия, в то время как Иисус является вашим Господом, ваше мышление перекручено, извращено. Ваш образ мышления не находится в соответствии с тем, что сделал для вас Бог. И даже несмотря на то, что вы любите Бога, вы не знаете разницы. Вы по-прежнему убиваете себя своими устами. Итак, он сказал, «Да оставит нечестивый свои мысли, пусть он их отбросит». Затем он сказал, «Слово мое исходит из уст моих и совершает то, для чего я послал его». Поэтому он послал вам свое слово, чтобы дать вам его мысли и его образ мышления. И Иисус дал нам ключ в шестой главе Евангелия от Матфея. Он сказал, «Что вы заботитесь? Или что вы принимаете мысль, говоря?» Мысли никогда, никогда ничего не создали. И никогда не создадут. Мысли должны быть вложены в слова, чтобы перейти к действию. «Мир был сотворен словами». Аминь. Я закончу следующим. «Что вы принимаете мысль, говоря?» Именно так вы и принимаете мысль. Поэтому обратитесь к Слову Божьему, которое является Его волей для вас. И мы просто будем использовать главное благословение в качестве примера. Слово Божье говорит, что я благословлен. На мне пребывает благословение Авраама. Слово Божье говорит, что я сонаследник со Христом Иисусом. Слава Богу! Я благословлен. Я благословлен при входе и благословлен при выходе. Поэтому я целенаправленно обращаюсь к Слову Божьему, и я принимаю решение принять эту мысль и говорить ее, и оставить. Отбросить свои слова о том, что я болен, я напуган, я умираю, я не имею достатка, у нас никогда этого не будет. Я не могу себе этого позволить. Удалите это. Я не могу себе этого позволить из своих уст. Я благословлен, слава Богу. Все мои нужды восполнены по Его богатству в славе Христом Иисусом. Аллилуйя. Я богатый человек. Но тело Христова пришло к тому, что начало считать слово «богатый» ругательным словом. Нет, это Божье Слово. Это мир испортил его. Они даже не знают, что означает «богатый». Благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит. Все эти вещи, которые они собирают в этом мире, имеют в себе печаль. Собирая все эти вещи, вы собираете печаль. Итак, я принимаю решение. Это Божья мысль. Поэтому именно так я и буду думать. А для того, чтобы так думать, мне нужно принять эту мысль, говоря ее. Хорошо? Поэтому я решаю. Я думаю так. Я говорю так. Я решаю. И я думаю так. И я говорю так. Я решаю. и я думаю так, и я говорю так. Я решаю, и я думаю так, и я говорю так. Я вижу здесь, ранами его вы исцелились. Боль и все остальное. Нет, 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 нет. Фактически, боль является формой мысли. Вас усыпляет, и вы не чувствуете боль. И вы можете контролировать боль с помощью Божьих мыслей и слов. Точно так же, как вы можете контролировать другие мысли. Вы не можете контролировать мысли мыслями. Вы должны контролировать мысли словами. Ваш разум вынужден остановиться и послушать, что говорят ваши уста. И я решаю, ранами его вы исцелились. Вы, значит, я. Ранами его я исцелился, поэтому я исцелен. Я принимаю эту мысль и говорю ее. Я решаю, я принимаю эту мысль, и я говорю ее. Я решаю, и я принимаю эту мысль, и я говорю ее. Мой разум набрасывается на меня, говоря, «Нет, ты не исцелен, ты болен». Я говорю, заволчи, я не принимаю эту мысль. Я решаю принять Божью мысль. Это более высокая мысль. Это более высокий образ мышления. Я думаю таким образом. Я думаю, как благословленный. Я думаю, как победитель. Я думаю, как имеющий достаточно и больше, чем достаточно. Я думаю, что я благословение. Я не просто пытаюсь быть благословленным. я благословение. Богу нужно, чтобы я был богатым, ему нужно, чтобы я жил 120 лет, ему нужно, чтобы я был сильным, а не слабым. Я пришел к этому не за одну ночь. Я пришел к этому, говоря это. Я решаю, я принимаю эту мысль, я говорю ее. Я решаю, я принимаю эту мысль, я говорю ее до тех пор, пока мне уже не нужно задумываться, чтобы сказать это. Когда это выходит из моих уст, и мне при этом не нужно решать, думать так, чтобы сказать это. Оно стало моим. И вот когда оно так вышло, оно было наполнено верой. От избытка моего сердца говорили мои уста, позволяя главному благословению работать. Позвольте благословению работать. Том и Вики Лютер являются пасторами семейного центра поклонения, растущей и живой церкви в Колумбии, штат Миссури. Они уже долгое время являются партнерами миссии Кеннета Копленда и провели некоторое время с нашей командой во время конференции в Брэнсоне. Вики поделилась с нами своей историей. Это было еще до того, как они с Томом поженились. Она была одинокой матерью, имевшей серьезные финансовые трудности. У меня было двое детей. Я только недавно приняла спасение и начала изучать Слово Божье. Я включала кассеты с проповедями Кеннета Копленда и слушала их по дороге на работу, а потом по дороге домой. И он научил меня сеянию, он научил меня даянию. И вот как-то раз у меня сломалась машина, у меня не было денег, чтобы заплатить за ремонт. И когда я молилась о 800 долларах, Бог сказал мне, «Позволь мне показать тебе, что я могу сделать». Я ответила, «Хорошо, Бог, покажи мне, что ты можешь сделать». И на протяжении 30 дней мой менеджер приходил ко мне и спрашивал, «Вики, что ты будешь делать? Как ты рассчитаешься за ремонт?» И я чувствовала, как будто бы это Голиаф, приходивший и говоривший мне каждый день, «Знаете, зачастую вы не знаете, как Бог это сделает. Вы не знаете, каким образом Он это сделает. Вы просто знаете, что Он это сделает». И на 30-й день мне позвонили и сказали, «Ваша машина готова». И я подумала, «Господь, что мне делать? У меня нет 800 долларов». Он сказал, «Иди попроси своего начальника». Я пошла к своему начальнику и сказала, «Вот причина, по которой я думаю, вам нужно заботиться о моей машине и заплатить за нее». Я секретарь, работающий с корреспонденцией, и я не являюсь кем-то важным. Я занимаюсь самое низкое служебное положение». Он посмотрел мне в глаза и сказал, «Вике, мы не будем этого делать». И я подумала, «Что мне сказать?» И прямо из моего духа я выпалила, «Что ж, я просто уволюсь». Он посмотрел на меня и сказал, «Идите, скажите Кайте, чтобы она выписала вам чек на 800 долларов». Я подумала, «Слава Богу». Бог сказал, «Позволь мне показать тебе, что я могу сделать». И Он показал. «Вике, ты упомянула, что в твоей жизни был момент, когда Глория тебя чему-то научила, что изменило твой подход к чтению Библии. Что произошло?» На передаче она сказала что-то о том, что за месяц пересчитывала каждую Евангелие четыре раза, и это изменило ее жизнь. И я подумала, «Если это изменило ее жизнь, и так много для нее значило, тогда я тоже хочу так делать, потому что я хочу меняться, я хочу учиться и возрастать». Для меня это было важно. И в следующем месяце я выделила время для того, чтобы пересчитывать Евангелие. И я хочу, чтобы вы понимали, я работала на полную ставку. У меня было двое маленьких детей, и я работала в Далласе, а жила в Форт-Ворте. Так что это было нелегким заданием. Но я знала, что этот Дух Божий вел меня это делать. И к концу месяца, когда я закончила это задание, то откровение, которое пришло, та дисциплина в Слове Божьем, которая пришла, то, что изменилось внутри меня, я знаю, это часть того, кем я являюсь сегодня. Они вытащили меня из этой неразберихи. Моя жизнь была полной неразберихой и помогли мне возрасти. И я по-прежнему продолжаю возрастать. Но благодаря тем вещам, которые они вложили в меня, как можно не уважать и не желать принимать от них? Кеннет и Глори Копленд очень много для нас и для меня значат в духовном плане, потому что я знаю, где я была. И я знаю, чем они меня питали, что поддерживало меня все эти годы и оставляло в моем сердце жажду по Богу. И я знаю, что есть партнеры. И иногда вы думаете, «Неужели Бог действительно видит меня? Неужели Бог действительно знает, кто я?» И скажу вам, когда я была одинокой матерью с двума детьми, Бог знал, кем я была. И Он позаботился о каждой моей нужде. И когда я узнала эти принципы, Он по-прежнему делает то же самое. И сегодня Он не изменился. Он знает каждый волос на вашей голове. Он знает каждый вопрос, который у нас есть. Он знает, где мы. И Он желает доводить вас до совершенства в каждой сфере вашей жизни. Поэтому я просто говорю, продолжайте двигаться вперед. Продолжайте стремиться, не сдавайтесь, потому что Бог за вас. И если вы будете жаждать Его, поверьте мне, Он будет жаждать вас. Кеннет учил сегодня о том, как благословение удалило проклятие из вашей жизни. Главное благословение — это избыток. И вам следует знать 28 главу Второзакония. Вам следует знать, что она говорит, поскольку вам принадлежит главное благословение. Вам принадлежит избыток. Но Писание говорит нам делать определенные вещи для того, чтобы быть таким благословением, чтобы к нам продолжали приходить благословения. Одна из них — это «давайте и дастся вам». Следующая вещь — это отделение десятины. Самое важное, что вы можете сделать со своими финансами, это начать отдавать десятину. Отдавайте Богу его часть, тогда он получит долю в том, что вы делаете. Но сегодня я хочу поговорить о том, что касается даяния. Сегодня у нас день пожертвований, и я прочитаю вам один из переводов Евангелия от Луки 6, 38. Если вы даете, вы получите. Ваш дар вернется вам в полной мере, утрясенной, нагнетенной и переполненной, чтобы дать место для большего. Поэтому то, что вы даете, когда вы даете в вере, оно умножается. И вам возвращается не просто то, что вы дали, но оно возвращается вам умноженным. В Евангелии от Марка говорится, кому-то в 30, кому-то в 60, а кому-то во 100 крат. Мне нравится 100 крат. Если вы даете, вы получите. Если вы даете, вы получите. Ваш дар вернется вам в полной мере, утрясенной, нагнетенной и переполненной, чтобы дать место для большего. Какую меру вы используете в даянии, большую или маленькую, она будет использована для того, чтобы отмерить данное вам. И я помолюсь за ваши пожертвования и буду верить об умножении, чтобы если вы дали 1 доллар, вы могли получить 100 долларов. Я не знаю, но если вы ничего не дали, вероятно, вы ничего не получите. Поэтому приготовьтесь, и высвободите свою веру. Мы даятели. Аллилуйя. Отец, я молюсь сегодня за эти пожертвования. Я знаю, ты сейчас смотришь на каждого человека. Ты смотришь на их дар. Ты смотришь на их сердце. Мы сеем сегодня в вере. И мы благодарим тебя, Господь, за то, что мы благословлены, кто в 30, кто в 60, кто-то во 100 крат, согласно тому, что они дают, и согласно их вере. И я соединяю мою веру с их верой во имя Иисуса. И я приказываю избытку прийти в их жизнь и благословению умножаться в их жизни. Сей сегодня, сей на этой неделе в церкви, отдавая десятину, не просто отдавайте десятину, отдавайте ее в вере. Не просто сейте, сейте в вере. И верьте Богу об урожае. Аллилуйя. Мне нравится верить о стократном урожае моего даяния. Слава Богу. Почему? Потому что он есть в Библии, и я могу о нем верить. И очень важно, чтобы вы сеяли то, что Бог говорит вам сеять. Если у вас есть молитвенные нужды, вы можете обратиться по адресу, который вы видите на вашем экране, и мы будем за вас молиться. Вы также можете заказать наши книги, и мы их вам обязательно вышли. Я, Глория Копленд, напоминаю вам, что Иисус – Господь.